всем большой привет с вами юля сегодня покажу видео организация на моей кухне и давайте наверное начнем с рабочей зоны она у меня довольно большая здесь 110 сантиметров я как раз говорила в прошлом видео о кухне что это очень важно потому что так удобно готовить то есть если есть возможность то делать рабочую зону максимально большой не жертвуйте ей и здесь у нас каменная столешница ну из искусственного камня недостаток у нее в том что видны мелкие царапины меня это вообще не напрягает они очень маленькие это видно с близкого расстояния при определенном освещении вот как сейчас и здесь у нас все довольно стандартно кофе сахар соль возможно наоборот точно не уверена очень удобные вот такие вот крышечки прорезиненные вот здесь по моему бамбук я покупала два набора один подарила один оставила себе они очень функциональные и при этом симпатичные красиво смотрится здесь у меня тоже идет чайный набор от которого осталось всего лишь одна кружка потому что это недостаток каменной столешницы они все просто-напросто бьются то есть одно неаккуратное движение даже если кружка падает вот с такого расстояния об каменную столешницу она скорее всего безвозвратно разобьется то есть если бы здесь была какая-то другая столешница может быть были бы шансы это все сохранить ну дальше идет у нас раковина и здесь не пугайтесь пожалуйста здесь у меня готовится квас да мы все лето пьем квас я наконец-то узнала формулу кваса мне это не всегда помогает потому что это какой-то волшебный напиток он раз на раз не получается вроде бы соблюдаешь все пропорции но когда-то он очень вкусный когда-то просто вкусные а иногда прям получается какая-то кислятина но вот этот вот вроде бы ничего здесь чайник и вы наверное слышали что на кухне должно быть много розеток я бы сказала что это в первую очередь относится как раз вот к рабочей зоне вот здесь вот нужны розетки потому что здесь у нас различные кухонные приборы плита у нас индукционная довольно удобно честно говоря я боялась всегда индукционной плиты мне казалось что на ней как-то иначе будет готовить привыкла уже на газовой но все то же самое здесь вот не очень удачно честно говоря у нас стоит овсяная каша ну овсяные хлопья но просто почему-то вот удобно чтобы они стояли здесь можно что-то как-то предусмотреть какую-нибудь красивую баночку чтобы это как-то поэстетичнее выглядело и разные варианты чая видите целая коллекция коллекция чаев здесь у нас микроволновка куда же без нее и бумажные полотенца чтобы они всегда были под рукой и вот мои любимые бокалы на сегодняшний момент такие большие красивые но к сожалению неудобные они стоят там потому что они у меня не вмещаются вот сюда вот предполагалось что они будут стоять красиво вот здесь весь набор здесь у меня стоят различные бокалы видите но представляете вот буквально даже меньше сантиметра где-то пол сантиметра не хватает и они туда не входят они слишком высокие буквально вот один сантиметр спас бы ситуацию они бы красиво стояли здесь вместе вот с другими бокалами что там еще у меня вот стеклянные бокалы в общем для этого у меня предназначена данная полка но к сожалению они не входят поэтому они одиноко пара таких бокалов стоит у меня на микроволновке вот на этой полке все очень нужно и я хорошо знаю что и где и почему здесь лежит здесь вот у меня хранятся различные приправы имбирь лимонная кислота разрыхлитель для теста ванилин в общем все что актуально для выпечки вот корицы еще здесь для каких-то вот таких вот дел до ваниль и сахар там может быть здесь также стоит заменитель сахара и здесь также вот лежат какие-то медикаменты которые могут понадобиться в любой момент видите здесь например пластырь здесь градусник какие-то бинты ну вот такое вот либо то что пьется вот на текущий момент кем-то из членом семьи чтобы это было под рукой но в то же время как бы на закрытой полке а высоких полках которых уже практически не видно и сюда уже нужно брать стульчик здесь стоят вещи которые не так часто нужны и которыми вот прям сейчас не пользуешься вот например зачем мне сейчас новогодние бокалы я их пока что не доставала естественно здесь вот подсвечники здесь также сахарница которые сейчас не пользуюсь какие-то вот фигурки чайник но чайником кстати я пользуюсь довольно часто просто убираю его время от времени витамины один комплекс такой я пропивала весной и второй комплекс как раз хочу пропить осенью здесь у нас идут очень практичные полки и здесь все лежит вот максимально для меня удобно я никогда не путаю что у меня где то есть я четко знаю что здесь у меня разные виды макаронов кстати мне очень понравились вот эти макароны они быстро очень варятся здесь написано вообще 6 половиной минут честно говоря мне кажется подольше они варятся минут 10-12 но именно до состояния аль денте чтобы они еще были знать такие тверденькие но уже съедобные вот 10-12 мне кажется минуту не 6 половиной но не очень вкусные вот просто действительно когда у макарон есть вкус здесь у меня также лежит барилла спагетти очень-очень тоненькие у меня ребенок любит именно тонкие спагетти вот в принципе как видите вот разные есть варианты на все случаи жизни здесь лежат разные варианты лапши и вот клетки и что-то такое что можно добавить в суп ну то есть макаронные изделия сбоку стоят опять приправы но здесь уже приправы которые идут для супов для котлет для мяса для курицы петелись лавровый лист барбарис здесь вот даже есть сушеный чеснок хотя я не люблю кстати его использовать только когда совсем спешу мне кажется такой чеснок ну совершенно не такой будет вкус как если добавить нормальный чеснок совершенно не такой вот различные приправы вот эту для курицы короче вы меня поняли очень важная полка был вопрос закупаемся ли мы заранее кстати хочу снять отдельное видео именно о питании но если коротко то нет мы несколько раз пробовали закупаться большими партиями знаете как там на неделю некоторые на месяц закупаются на нас это не работает я не знаю почему у меня есть конечно предположение но вот мне нужно чтобы у меня были укомплектованы крупы здесь бурый рис здесь обычный рис потому что он тоже часто бывает нужен гречка перловка булгур здесь ну вот кстати лучший вариант чтобы баночки все таки были полностью прозрачные я не люблю знаете различные надписи когда нас долго искать мне нравится когда вот открыл и раз все сразу видно и вот мне уже нужно вспоминать что там вот в той последние баночки на самом деле я помню там горох здесь нут там горох то есть видите как у меня все логично выше полка где идут напитки какао кофе соль кстати сейчас у нас но обычно здесь больше всего стоит кстати вот сюда можно было бы переставить часть чая но мне удобнее чтобы он стоял там в общем вот эти две полки должны быть всегда укомплектованы тогда будет легко готовить крупы и макароны и специи двигаемся дальше здесь вот идет угловой ящик и угловой ящик всегда на любой кухне он является самым глубоким тут у меня лежат всякие венчики вот эта штука для картошки молоточек чтобы делать но отбивать куриное филе другой венчик терка для сыра для морковки я этим пользуюсь часто и на самом деле мне просто удобно что она лежит здесь вот так я предварительно это все просушиваю потом убираю сюда здесь раз и достал здесь у меня обычно стоят салатники но сейчас они в посудомойке и сичка мне вот это вот очень удобно мне удобно что сетечка как раз над раковиной получаются вот венчики все это ну чтобы все это было под рукой здесь ящик в котором тарелки по сути сушка для посуды очень важно кстати чтоб такой ящик открывался вот так потому что тогда когда вы моете посуду у вас нет риска удариться головой здесь тарелки чашки ложки ну обычная все как обычно обычная сушка для посуда меня здесь все устраивает давайте посмотрим что у меня в нижних ящиках вилки ложки поварешки ножи также которые мне нужны чтобы они были поблизости и под рукой вот здесь даже какие-то крышки но это потому что я активно делаю квас у меня сейчас идет массовое производство класса поэтому я сразу здесь на самом видном месте вот следующий ящик здесь у меня фольга для запекания рукав для запекания бумага для выпечки здесь просто бутылочки чтобы если куда-то идем мы гуляем довольно много также часто выезжаем на природу чтобы сюда можно было налить какой-то компотик или опять же тот же квас или чай чтобы постоянно не покупать это здесь погружной миксер да и пакеты для заморозки в общем перчатки ночью вот такие вот вещи да как-то мне кажется они здесь логично находятся то что здесь идут именно такие аксессуары если можно так сказать для готовки для хранения продуктов следующий ящик покрупнее он такой достаточно большой и здесь у меня формы для выпечки также различные контейнеры они просто вымытые высушенные сложенные таким удобным для меня образом вот этими формами даже никак не начну пользоваться когда я купила вот эти формы тискома самые хорошие одни из самых лучших вот до сих пор пока даже не шла здесь другие формы которыми я уже активно пользуюсь вот такая вот мини скалка такие вот формочки надо потому что я пеку в основном пироги торты я не пеку не сильно в этом но мы различные пироги творожный пирог браунис что-то в этом роде пеку довольно часто но и контейнеры как бы часто бывают тоже в быту нужны мне очень нравится что нижние ящики они вот таким вот образом задвигаются выдвигаются это очень удобно и лучше чтобы нижние ящики были вот такими если вдруг вы сейчас делать ремонт но проблема в том что они дороже но здесь идет ящик под раковины там мусорное ведро все довольно обычно думаю не обязательно вам на это смотреть все как у всех и вот такой вот ящик здесь есть этот кувшин потому что есть вот такая штука которая придерживает сковородка кастрюля очень кстати удобный функциональный ящик здесь в общем-то посудомойка здесь плита вот у меня нет никакого ящика под плитой и честно говоря я этому очень рада как-то почему мне всегда не нравился этот ящик под плитой но он у нас и был ну не помню не предусмотрен в общем здесь такие узкие ящики которые уже открываются обычным способом видите здесь стоит коробка с бокалами потому что здесь стоит два бокала из набора остальной набор лежит здесь вот это очень удобно конечно очень жаль что не совпали они по размеру и также здесь различные тряпочки губки салфетки и так далее и здесь у меня лежит мука вот и уксус ну то есть такие вещи которые ну не прям вот каждый день нужны если мы переместимся наверх то здесь выше такой же узкий ящик понятно что все симметрично и здесь у меня стоят какие-то консервы горошек томатная паста и маленькие соки опять же взять с собой здесь на заднем плане стоит коробка она новогодняя но в ней травы здесь по моему чабрец вот дальше особо ничего интересного стратегические запасы которыми редко пользуемся и у меня остался еще один ящик он не угловой он именно вот скошенной очень удобно кстати они смотрятся хорошо и ну как бы конструкция сама выглядит менее нагроможденный когда вот вся кухня заканчивается вот таким вот скошенным ящиком аптечка такая выездная которую мы куда-то берем орешки здесь мясорубка стоит это термосы и знаете это мед это очень классный мед из деревни мы привозили вот все что от него осталось но на самом деле мы такую упаковку кушали год двигаемся выше здесь у нас такой же скошенный ящик чтобы если кто-то отсюда встает то не бился головой и здесь уже совершенно такая полочка не имеющая отношения к продуктам здесь стоят мои всякие средства для красоты именно для домашнего ухода это аптечные средства длинные вот и видите там также всякие штуки для праздников одноразовая посуда свечи ну чтоб каждый раз все это не идти не закупать вот такая вот полка она как бы не продуктовая не пищевая очень вообще не знала как использовать этот ящик но оказалось что вполне нормально теперь давайте посмотрим холодильник мне кстати очень нравится видите он не однотонного цвета а немножко у него есть здесь такой вот едва заметный узор и мне очень нравится он менее марки в связи с этим магнитики у нас висят на боковой стене холодильника и здесь какие-то записи какие-то рецепты диеты рекомендации от врачей что-то в этом роде это очень удобно ну как то не знаю мне вот на центральной части как то не хотелось видеть магнитики так и давайте мы наверно покажу морозилку это тоже к вопросам о длительном хранении вот помимо ящика с крупами я считаю супер функциональным ящик в морозилке где вот в специальных пищевых пакетах для заморозки мы храним фарш делаем его сами то есть прокручиваем сами через мясорубку готовый фарш я стараюсь не брать и вам не советую потому что не уверена в его качестве здесь у нас обычно лежат овощи вот тоже очень ценная полка особенно для лета здесь у нас хранится лед самая удобная штука для льда это вот такая вот из нее он просто вываливается из вот таких вот формочек его все-таки нужно доставать что-то там ими стучать чтобы он оттуда выпал вот такая силиконовая форма для льда это просто самое удобное что может быть ну и вот эта часть кухни здесь у нас обеденная часть это стол довольно таки большой потому что к нам часто приходят родственники друзья и вот это вот то что я очень люблю вот эта столешница она плавно переходит в балкон там у нас окно пусть вас не смущает вот это вот временная шторка кто смотрит мой канал я во влоге показывала мы недавно только доделали потолок и здесь скоро будет нормальные шторы висеть там дальше окошко красивый вид и здесь вот должна была быть дверь но мы конечно же ее убрали чтобы сделать эту арку и сюда все-таки повесила не удержалась часики из фикс прайса кто-то мне написал что они уродливые и безвкусные ну не знаю по моему нормально смотрятся здесь висит шедевр harley queen это рисовала моя дочка и второй рисунок рисовал мой муж отгадайте кто нарисовал какой кто правый кто левый пишите в комментариях будет интересно почитать ваше мнение ребят вот такой вот был ром тур спасибо вам большое за внимание оставляйте свои комментарии запросы и всем пока до новых встреч моих видео пока пока